И мы знаем, что так было всегда, что судьбою... 21 июня 2022 года могло бы исполниться 60 лет советскому рок-музыканту Виктору Цою. Лидер группы кино погиб в 1990-м в автокатастрофе. Музыкант очень тяжело сходился с женщинами. Свою личную жизнь Виктор Робертович строил всего с двумя женщинами. Одна из них – законная жена Виктора Цоя – Марьяна. Как складывалась их история о любви и почему с супруги расстались – смотрите в этом видео, не переключайтесь. Знакомство начинающего музыканта и Марьяны Цой в девичестве Ковалева произошло на одном из квартирников. 5 марта 1982-го девушке исполнилось 23 года, и в праздничный вечер она не хотела идти на вечеринку, но почему-то все же пошла. Там она и встретила 19-летнего Виктора Цоя, который, по мнению Марьяны, отличался от своих сверстников. Сам Виктор Робертович тоже обратил на девушку внимание и, переборов скромность, попросил у нее номер телефона. Ручки у Марьяны не оказалось, поэтому цифры она записала гудной помадой. Одни говорили, что девушка написала номер на бумаге, другие – на лбу, щеке и руке музыканта. Но Цой не обиделся, а на следующий день позвонил Марьяне. С того момента между ними закрутился роман. Влюбленные долго гуляли по паркам и встречались на улице. Только через полгода им удалось накопить денег и снять комнату в коммуналке. Марьяна Цой вспоминала, что жили они бедно, с трудом могли оплачивать съемное жилье и находить деньги на еду. Но трудности не сломили пару. А спустя два года отношений Цой решился сделать любимое предложение. Я знаю, что он очень страдал от того, что они мало виделись с Сашей, потому что его расписание гастрольное было последние два года просто нечеловеческим, я считаю. Буквально раз в два месяца, не чаще, на сутки приезжал в Ленинград. И вот единственное, когда мы с ним проводили какое-то время, это когда он забирал Сашу туда, в Латвию, и привозил обратно домой. Тогда он как-то, это было лето все-таки, тогда у него какое-то время появлялось. И в основном это телефон, телефон, бесконечные эти звонки. А что поет Саша? Саша поет компот из песен Вити, Кости Кинчева, моих, значит, с объекта насмешек. Еще иногда он что-то вспоминает из Бориса Борисовича. То есть слушать это очень трудно. 4 февраля 1984 года Виктор Цой и Марьяна Ковалева сыграли свадьбу. Приличного торжества молодожены не могли себе позволить. И вместо свадебного платья на невесте был белый пиджак и светлая юбка в полоску. Влюбленные поженились, даже несмотря на то, что родители обеих сторон были против. Родственникам музыканта не понравилась вульгарная манера общения его избранницы. А мама и папа Марьяны переживали, что дочь сошлась с каким-то корейцем. Жена Виктора Цой активно взялась за развитие творчества мужа, помогала ему с группой кино. Ранее она работала заведующей постановочной части цирка, поэтому раздобыла костюмы, разработала имидж и стала организовать концерты. Группа стремительно набирала популярность и активно гастролировала не только в России, но и за рубежом. В 1985 году Марьяна подарила мужу сына. Они долго думали, как назвать мальчика, ведь не всякое имя подойдет к фамилии отцой. Женщина вспоминала, что они остановились на имени Александр, но в какой-то момент Виктор Робертович пришел и предложил назвать сына Тимуром. Марьяна разозлилась из-за неопределенности супруга и сгоряча заявила, что раз они остановились на Александре, так мальчики будут называться. А если муж предложит перебирать варианты, она поедет и запишет сына как Христофора. Отцой уступил, и ребенок стал Александром. Группа кино стала настолько известной, что Виктор Робертович не только устраивал концерты, но и стал сниматься в фильмах. В 1986 его пригласили сыграть в картине «Асса», и он, попрощавшись с женой и сыном, отправился на три дня на съемки. Рабочий процесс затянулся на три недели, а вернувшись домой к жене, Виктор Цой признался, что влюбился в другую женщину. Наталья Разголова, которая заинтересовала музыканта, совершенно случайно оказалась на съемках. Просто хотела посмотреть, как снимается живое кино. Роман закрутился стремительно, несмотря на то, что оба состояли в браках и воспитывали детей. Юлий Цой не стал и сразу раскрыл супруге измену, отметив, что уходит из семьи. Он даже решил познакомить Марьяну с нынешней избранницей, и по этому поводу устроил банкет в ресторане. Жена Виктора Цой признавалась, что присутствовать на этом мероприятии ей было больно, но муж этого словно не замечал. Марьяна Цой рассказывала, что на официальном разводе Виктор Робертович не отстаивал. Он не хотел расторгать брак из-за сына, но другие источники сообщали, что Марьяна всячески затягивала бракоразводный процесс, а сам Цой хотел жениться на разголовы. После смерти Виктора Цоя Марьяна больше не выходила замуж. Она не стала затворницей и не отказалась от личной жизни. Хоть она считалась едовой, так как официально еще была супруга музыканта, его женой себя не считала, ведь он сам ушел из семьи. После гибели Цоя женщина познакомилась с петербургским рок-музыкантом Александром Аксеновым по прозвищу Рикошет, с которыми жила вплоть до своей кончины в 2005 году. Единственный сын знаменитого музыканта Александра Цой пошел по стопам отца, и его долгое время сравнивали с родителем, поэтому, чтобы дистанцироваться от него, взял псевдоним Молчанов. В настоящее время парень реализовывает свои способности в музыке, выступая в коллективах Ронин и Собаки Табака. Субтитры создавал DimaTorzok